Ну что, друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. В сегодняшнем видео я буду с вами собирать свой гардероб для отпуска. То есть я буду собирать, пытаться откладывать те вещи, которые я возьму с собой в ближайшее время в отпуск. И, возможно, это видео уже выйдет тогда, когда я буду находиться в отпуске. Но в любом случае, для тех, кто ранним летом или весной собирается в отпуск, такое видео может стать полезным. Если вам такая тема интересна, то, конечно же, продолжайте смотреть. Ну и прежде чем приступать к теме видео, я, конечно же, напоминаю, что вы можете подписаться на канал, если вы на него еще не подписаны. Ну и также ваши лайки, ваши комментарии очень сильно помогают продвижению моего канала. И, конечно же, не забывайте, давайте встречаться в других соцсетях. И ссылки на них я также оставляю внизу под этим видео. Прежде чем я, опять, прежде чем, прежде чем, мне, у меня настолько, короче, сильные впечатления сложились от некого средства, которое я, возможно, не покажу вам в ближайшее время. Потому что, когда все покупки косметики у меня соберутся вместе, наполнятся и так далее. И только тогда я уже буду вам показывать полное видео и оттестирую всю эту косметику. Но, в общем и целом, то средство, которое у меня сегодня на волосах, настолько сильно меня впечатлило, что я не могу им с вами не поделиться. Те, у кого волосы тонкие, безобъемные, прям бегите первым делом, покупайте это средство и будет вам счастье. Сегодня укладку я делала с помощью вот такого средства от Кен, которое под номером 75, что удобно. Даже если ты не запоминаешь название, то цифры ты запомнишь гораздо легче. Под номером 75 называется Рутволимайзер. Да, Рутволимайзер. В общем-то, это стайлинговое средство, которое вы просто легкими пшиками наносите на корни и потом делаете укладку на браш. Посмотрите, я давно такого объема не помню. Волосы приподнятые у корней. Я могла прям делать даже до-после, одну сторону с другой сравнивать. Я сама просто обалдела, других слов нет. Когда я делала первую сторону, я думаю, ну это серьезная заявка на очень хорошее средство. Я не знаю, как оно будет вести себя в течение дня и дальше. Возможно, уже в других соцсетях я буду делиться с вами отзывами на это средство. Ну и, конечно же, потом в покупках на YouTube, когда буду более подробно рассказывать, я имею в виду, что не знаю, как оно поведет себя в течение дня или в сырую погоду и так далее. Но сейчас я прям такой воздух внутри в волосах ощущаю, когда они такие приподнятые у корней. Это такое шикарное ощущение, скажу я вам. Так что, если вы доверяете моему мнению, можете попробовать потестить вот это средство. Чтобы покрыть вопросы, что на губах, у меня на губах Мистайс традиционно, практически для последнего времени, 765 оттенок и 173 помада Ньют Интенс от Лореаль. Ну а теперь я приступаю. У меня огромное количество сомнений вообще, что мне брать с собой. Погода может быть как теплый плюс 20 и выше, также погода может быть прохладной и море будет рядом и вся вот эта вот история. Поэтому мне абсолютно непонятно. Благо, что я не ограничена в том количестве вещей, которые я могу взять с собой, потому что мы едем на машине, потому что это будет путешествие с огромным багажником и, соответственно, все что угодно можно с собой вместить. Но базово я бы сказала так, что, конечно же, я не буду брать какие-то супер теплые вещи. Максимально мои теплые вещи это будут одну толстовку я возьму, один свитшот, что-то в таком роде. То есть не буду брать очень-очень много теплых вещей. И сделаю акцент на рубашках, потому что рубашку можно там скомбинировать, дальше сверху накинуть плащ, например, потому что плащ. Как же я не возьму свой новый плащ? Безусловно, даже без сомнений я его буду брать, потому что отдых будет, конечно, не морской, мы не будем купаться и так далее, мы будем гулять. Городской отдых подразумевает под собой, что, конечно же, должны быть какие-то и костюмы, пиджаки, чего я летом, например, еду на отдых. Я, в принципе, практически не кладу в свой чемодан, так скажем. Это более именно городские образы. Я вся в сомнениях, я отобрала 5 рубашек, больше пяти брюк, 5 пиджаков, наверное, куча топиков, несколько юбок, всего одно платье, которое мне кажется очень универсальным. И, конечно же, примерку всего этого вы будете сейчас наблюдать. Я буду пробовать комбинировать вещи друг с другом и понимать вообще, что мне брать, что нет. Вы, конечно же, голосуйте своими комментариями, что вы бы взяли из этого с собой в отпуск. Ну, а то, что взяла с собой я, уже фактически вы будете там видеть в моих соцсетях, где я буду выкладывать или где-нибудь еще. Конечно, незаменимые такие вещи, как базовые льняные или хлопковые рубашки, очень нейтральных цветов, но чуть-чуть яркого я добавила. Конечно же, незаменимые для меня какие-то светлые брюки, кстати, и джинсы тоже сейчас нужно добавить, парочку джинс тоже положу. И очень много светлой одежды. Есть классные вещи, такие как тельняшка, которые удивительно подходят подо все. Есть шорты. Ну, что тут долго разговаривать? Давайте приступим уже, приступим к примерке как можно скорее. Я вам все буду демонстрировать на себе и надеюсь, что вам это понравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Но для человека, снимающего приемки, я вам скажу, что это одна из самых трудозатратных вещей на самом деле. Все это на себя примерить, комбинировать, перемеривать, а изначально и прогладить, еще выгладить всю эту одежду, подготовиться к этой съемке. Поэтому жду вашей поддержки лайками и, конечно же, жду ваших комментариев внизу. Не забывайте подписываться на канал, если вы на него еще не подписаны. Ну и на этом всем пока-пока и встретимся совсем скоро.